11 апреля во всем мире отмечают международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В каждом уголке земли сегодня вспоминают тех, кто подвергся мучительным пыткам нацистов. Митинг Ульяновский, приуроченный к этому событию, прошел на площади 30-летия Победы, где собрались сами освобожденные узники, их дети и внуки. Я всегда прихожу, как здоровье позволяет. Ну как же. Встречаю. У меня землячка стоит тоже. Мы познакомились тогда. Вторая женщина тоже уже ушла. Ее нет. Умерла. Три года тому назад. Мы познакомились с ними. Тоже вот здесь. Это как родственники, как сестры. Раисе Афанасьевне трудно вспоминать, сколько боли и страданий принесли ее семье фашисты. Она была в лагере вместе с мамой, совсем еще маленькой. Такой же маленькой, как сотни ребят, собравшихся сегодня на площади. Я понимаю то, что там могли быть такие же дети, как и мы. Если бы это случилось в наше время, там также могли бы оказаться и мы. Нельзя забывать историю, иначе она повторится. Отдать дань памяти и возложить цветы к памятнику взрослым и детям, погибшим и замученным в плену, пропавшим без вести, выстроилась огромная колонна ульяновцев. Возглавил колонну губернатор Сергей Морозов. Основная задача таких мероприятий – это сохранение исторической памяти. Суметь понятно и доступно донести до юного поколения события тех дней. Для того, чтобы наши ребята знали, кто дай был эту победу, как дай были эту победу, каким трудом, усилиями большого советского российского народа. И если мы не будем передавать эту стафету нашему младшему поколению, память просто будет забываться, стираться, мы не должны этого допустить. После митинга в Центре активного долголетия прошла встреча активистов общественной организации Ульяновское региональное отделение Российского Союза бывших узников фашизма. Кристина Жакот, Юрий Конихин, Новости Ульяновской правды.